Долго мучилась Лёля и решила попробовать никак по инструкции, просто чтобы было. Надеюсь, хоть сейчас-то оно встанет. Ни сколько для вас, дорогие зрители, сколько для себя, чтобы оно было, и я его не искала по своему буложику на тифоретнике. Кстати, так и не нашла инструкцию по применению в скринах, ибо забыла, как это делается. Продолжение следует... Ну, она у нас как бы русская. И вот я уже, наверное, часов пять на это потратила за всё время. Линукс Уайт у меня вообще не встал. Ибо он почему-то отказывался половину клавиатуры воспринимать как буквы. Вот это уже, наверное, пятая попытка, правда, со второй флешки. О! А вот дальше я вам не покажу. Там паролик будет сейчас водиться. Хотя паролик-то будет водиться, я же клаву-то вы не увидите, да? В общем, вспомнить бы его. Всё-таки я вырубила камеру параной ради. А это у меня стабильно не хотел оставиться. И вот пришлось разбивать вручную диск на запчасти. И то всё-таки по правилам сначала установка, потом дома, потом уже подкачка. И на ютубе-то вообще в интернете видео меняемое фиг найдёшь. Не то что скрины. Кстати, вот Семата это у нас. Семата 6. Первый раз я её ставила LiveCD на виртуалке. Ещё на старом компе. И что-то она у меня не сразу запустилась. Написала в службу поддержки. На том выяснилось, что вообще систему делал один-единственный человек. По-моему, он сейчас уже этим не занимается, к сожалению. Там три было Семата. 6, 7 и 8, насколько мне известно. И сайт уже отдан под какие-то кексы. Я запостила запись на стене ВКонтакте, но потом поняла, что кроме меня вообще никому нафиг не надо. И прибила её благополучно. Люблю клавишу Delete. Ну и, в общем, кексы там теперь. Человек мне написал тогда в ответ. Ещё на мыло пришло. В ВКонтакте я ещё его нашла. Уже потом, когда восьмую пробовала. Что типа она не предназначена для виртуальной системы, но в результате я ему отписала, что она у меня запустилась. Видимо, я её ушёк ввела. И, кажется, я её с шестёркой-то не запускала вообще в живом виде. На этом самом мелком. Но семёрка у меня была и восьмёрка. Восьмёрка чуть какая-то сильно глющноватая была. И ей было мало памяти. А памяти у меня тут только один гигабайт. И вообще нового 2011 года. Просто как тут, могу сказать, здесь основной набор программ, который мне нужно. Но я надеюсь, что она всё-таки сейчас встанет. И останется у меня шеботхи. У меня какой-то слегка кривой был. Первый раз он вообще не встал даже на виртуалке. И не была в CD. Через два с лишним года он встал, но был не совсем русифицирован. И слегка глющноват. Кали, кажется, на виртуалке я запускала. Тоже как-то не особо. Сейчас, хотя на всякий случай, её скачала. Последний, кажется, дистрибутив. Лубунта у нас с мая месяца сидела по практически конец сентября. И в деревне он был стабильный. Она почему-то выдавала галюны с LibreOffice. Какие-то ошибки драйвера я обновила, но даже несколько отчётов отправляла автоматом. Разработчикам как-то эффекта никакого не возникло. И пришлось Лубунту благополучно стести. Хотя вообще Лубунта моя первая система была, линуксовая. Вот интересно, я этот видос без здрасти зрителей закинул, кто-нибудь это смотреть будет. Хотя, когда я заливала видос с пианинкой, со старым файлом, там ещё когда пианин стоял перпендикулярно тому, как оно сейчас есть, я не думала, что аж 700 просмотров это всё наберёт за несколько дней. Удивительные вообще люди такие вот смотрят, вот это вот, то им сначала оно не нравится, потом оно им вдруг нравится, хотя мне кажется, эту музыку я уже закидывала там каким-то фоном где-то. Раз на раз не приходится. Ну, Лубунта тогда была совершенно ручная, всё через терминал, всё руками в 2014 году. И ставилась она на компьютер, я хотела откнуться, увидеть, что тут. А его не растянуть, наверное? А его, наверное, не растянуть. Ну, да ладно. У меня он должен как-то ведь сфокусироваться и это всё увидеть. Чуть не хочет он фокусироваться. Вот так. Даже вчера, когда искала Сематку, нашла там старые аккаунты Тоби Уседа, по-моему, был сначала, потом я не произнесу два русских слова. Потом Лёха какой-то там, но я не уверена, что это один и тот же человек на каком-то форуме это всё выкладывал. Ну, в общем, комментарии на каких-то там торрентах почитала. Не знаю, я бы, наверное, на его месте, если он из-за этой критики забросил. Тоже, наверное, бы, может, бросила. А вообще, ту систему совершенно случайно нашла. Вообще, любитель экзотических систем, Лёля, чё. В каком-то сообществе ВКонтакте по Линуксу, в какой-то теме, что-то там, типа, я страдаю Болгинасом, посмотрите мою систему. Ну, на самом деле, совершенно не Болгинас. Вполне себе нормальная система. Что она, по-моему, у меня какая-то из Семат даже около двух лет была на ноутбуке, хоть я его и редко юзала. Но, в общем, там... Я не нашла эту тему сообщения. Может, плохо искала. Может, я уже от той группы отписалась. Может, группы вообще нет. Кажется, я так поняла, что на эту ось вышла как раз через какое-то время, после как человек запостил вот эту... свою... сообщеньку. Мне всё-таки интересно. Много кто человек её тогда пользовал? Потому что на Тифаретник приволокла. Насколько помню, там... Даже на Бодхе-то удивляли, где такое откопало на тот момент. Чего я только не пытался ставить. Какая-то из Семат была какая-то очень геморная по установке. Там что-то язык надо было долго выбирать. не особо понятно, если ты слегка чайник. И только недавно этим занялся. Я в этот момент пока на первый раз в флешке. Кстати, ифрашевская флешка. 4 гига. 100 лет назад, когда я сюда, кстати, вот тут наклейка была, что тут была Семата 8. Что это была установочная флешка. 100 лет назад на ифраши, когда можно было заказать за 400 рублей заказ, и он тебе приходил бесплатной доставкой на дом. Ну, в смысле, на почту выдавали всякие крутые призы. Ну, в смысле, подарки. Сейчас, конечно, тоже, наверное, неплохие выдают, но надо набирать дохрена на денег. И мне уже что-то столько не надо, сколько надо набрать. На какую сумму. Там кто-то просил, говорили на видео. Правда, меня в камере не видно, да, в кадре. И вернулись мы в итоге к тому, с чего начали. все мои мучения коту под хвост. Товарищ, наверное, уже этот, если его вопросить в оконтактике, ничего умного не скажет. Печально. Это был, так сказать, н-ный попыток поставить CEMATO 6 KDE кальца на мой ноетбук. Если кто знает легкую версию для 1-гигабайтных памяти маленьких ноетбучиков, скиньте в камень, ты что ли, если вы это, конечно, посмотрели и осилили. Вот такие дела. Пока. Пам.